Политолог Алэн Джандян упомянул о рисках, связанных с процессом нормализации армяно-турецких отношений при действующей власти Армении. То, что я сказал в 2018 году, стал реальностью в следующие несколько лет. Мне не верили люди, даже самые близкие, друзья, родственники, говорили, что все будет хорошо. Многие избегали моих предсказаний, разница между ними и мной заключалась в том, что я подошел к вопросу профессионально и трезво оценил ситуацию. Теперь, начиная с 2021 года, говорю вам, в этот момент отношения с армяно-турецким правительством будут для нас крайне плохими. В результате мы получим безгражданство, иммиграцию, ликвидацию Армении, необратимую потерю Карабаха, нашу экономическую гибель. Турки очень умные. Встретят вас с солью и хлебом, дадут дешевые кредиты, начнут строить, создавать рабочие места, открывать университеты и покупать нас. Многие уже куплены. Следует понимать, что это не антитурецкое. Я не руководствуюсь анти, это антимышление. Турки проводят политику порки япончиков. Они возьмут страну изнутри, экономически, как они это сделали с Грузией. Так выгоднее. Сейчас грузины только начинают понимать, что они тоже не хозяева своей страны. Турки не могут взять Армению военной силой, потому что есть российский фактор. Турки давно и хорошо подготовились к армяно-турецкому. Они очистили архивы, решили земельно-правовые вопросы с наследниками диаспоры и геноцида армян деньгами и компенсациями и предприняли много других шагов. С инвестициями они сотрут образ турка из ваших мозгов, из вашей памяти, потому что большинство из вас очень гибкие. Взять Армению легко. Это вопрос нескольких миллиардов. Особенно при том состоянии общественных и государственно-политических элит и той общественной морали, которая существует сегодня. Отмечу, что они будут активно активизировать антироссийские митинги и настроения, чтобы в будущем вышла 102-я база. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.